Метод слабосвязанных электронов поможет нам понять, как устроен закон дисперсии электронов в кристалле. Идея метода состоит в том, чтобы рассматривать потенциальную энергию электронов в кристалле, У от Х, как малую добавку к кинетической энергии. Для простоты мы ограничимся только одномерным случаем, когда электрон находится в одномерном периодическом потенциале У от Х с неким периодом А. Поскольку потенциал считаем малым, то в качестве отправной точки логично взять отсутствие потенциала. Тогда мы имеем уравнение Шрёдингера для свободного электрона, решением которого является плоская волна с неким волновым вектором k и энергией Е равной h2k2m. Закон дисперсии, то есть зависимость Е от k, для свободного электрона имеет вид параболы. Что изменится, если мы добавим в уравнение Шрёдингера слабый периодический потенциал У от Х? Это изменение мы проследим в два шага. Первый шаг состоит в том, что мы должны перейти от плоских волн к блоховским волнам и, соответственно, от волнового вектора k к квази-волновому вектору. При этом парабола, изображающая закон дисперсии, остается неизменной, поскольку плоская волна Е в степени и kx является и блоховской волной, с тем же значением k. Но квази-волновой вектор k определен лишь с точностью до прибавления вектора обратной решетки 2π на А, где А период кристалла. А это значит, что каждая точка на графике закона дисперсии должна повториться при сдвиге по оси k на вектор обратной решетки. То есть, наряду с исходной параболой, закон дисперсии должен содержать еще одну параболу с вершиной при k равном 2π на А. Ну и так далее. В результате, полная картина закона дисперсии состоит из бесконечного набора равноотстоящих парабол. Как и должно быть, энергия зависит от квази-волнового вектора k периодическим образом. Но мы сделали только один шаг из двух. Второй шаг – это учесть возмущение, которое вносит периодический потенциал, то есть к кинетической энергии добавить потенциальную. Удобнее всего, это можно сделать с помощью специального математического инструмента под названием теория возмущений. Но мы попробуем обойтись без теории возмущений. Посмотрим, что произойдет в окрестности точки пересечения двух соседних парабол, лежащей на границе зоны брюлюена. Изобразим эту окрестность в увеличенном виде. Состояние зеленой ветви, то есть параболы с вершиной в начале координат, это плоские волны вида Е в степени ИКХ, энергию которых мы обозначим Е0 от К. Осенняя ветвь – это парабола с вершиной при 2π на А, поэтому для ее волновых функций величина К заменяется на К-2π на А, так же, как и для соответствующих энергий Е1 от К. Потенциальная энергия перемешивает состояние зеленой и синей ветвей, поэтому волновую функцию электрона в кристалле ПСК от Х будем искать как суперпозицию волновых функций этих двух ветвей с неизвестными коэффициентами С0 и С1. Заметим, что такая суперпозиция удовлетворяет теореме Блоха, то есть является Блоховской волной. А в качестве периодического потенциала мы для начала возьмем самую простую функцию – синусоиду с периодом А и некоторой малой амплитудой У1. Подставим в уравнении Шрёдингера такие выражения для волновой функции и потенциала. Первое слагаемое в уравнении Шрёдингера, отвечающее за кинетическую энергию, дает те же компоненты волновой функции, умноженные на Е0 и Е1. А вот потенциал У от Х при умножении на волновую функцию как бы переставляет компоненты местами. Теперь, собрав отдельно слагаемое, зависящее от координаты как Е в степени ИКХ, и те, которые зависят от координаты как Е в степени ИК-2П на АХ, получим систему уравнений для неизвестных коэффициентов С0, С1 и энергии Е. Переписав эту систему в матричном виде, мы получим уравнение на собственные значения для искомой энергии Е. В теории возмущений такое уравнение называют секулярным. Решив его и изобразив решение на графике черными линиями, мы вместо пересекающихся ветвей увидим расходящийся, как бы отталкивающийся друг от друга ветви закона дисперсии. Это явление называется антипересечением, или по-английски антикроссингом. Ветви подходят ближе всего друг к другу там, где Е0 равно Е1, то есть на границе зоны бриллиана. В этом месте величина расхождения ветвей равна У1. Таким образом, из-за периодического потенциала возникает энергетическая щель в спектре электронов, ширина которой определяется амплитудой изменения потенциала в пространстве. Заметим также, что при удалении от точки, где невозмущенные ветви пересекались, возмущенные ветви становятся все ближе к невозмущенным, то есть влияние слабого периодического потенциала на закон дисперсии оказывается заметным только вблизи точки пересечения невозмущенных ветвей. Теперь вернемся к полной картине закона дисперсии и посмотрим, как она видоизменится при добавлении слабого периодического потенциала. Раскладывая этот потенциал У от Х в ряд Фурье, мы увидим слагаемые вида Е в степени плюс-минус И2П на АХ, эффект от которых мы уже разбирали. Он заключается в появлении энергетической щели в местах пересечения соседних парабол, отличающихся друг от друга с двигом на 2П на А. Совершенно аналогично, следующие коэффициенты ряда Фурье Е в степени плюс-минус И4П на АХ приведут к антипересечению парабол, отстающих друг от друга на 4П на А. И так далее. В результате закон дисперсии одномерного кристалла в приближении слабосвязанных электронов выглядит как набор кусков парабол, плавно соединенных друг с другом. На шкале энергии эти параболы образуют сравнительно широкие разрешенные зоны, разделенные узкими запрещенными зонами. Ширина каждой запрещенной зоны дается коэффициентам разложения потенциала в ряд Фурье. Возникновение запрещенных зон или энергетических щелей можно проследить с помощью программы КВАНТ. Слева изображен периодический потенциал, а справа закон дисперсии электронов в пределах зоны брюллена. Занулим потенциал и увидим закон дисперсии, состоящий из кусков парабол. Теперь сделаем небольшой периодический потенциал. Видим, что образовались энергетические щели, ширина которых порядка величины потенциала, а участки парабол вдали от этих щелей остались практически неизмененными. Это как раз то, что и должно быть в приближении слабосвязанных электронов. А если дальше увеличивать размах потенциала, то потенциальная энергия уже не будет малой добавкой по сравнению с кинетической, а значит, мы выйдем за пределы применимости метода слабосвязанных электронов. Зато в конечном итоге попадем в область применимости метода сильно связанных электронов, но это уже тема для отдельного разговора.